Морской собор Возведение храма было решено вести на якорной площади, на которой ранее лежали старые якоря, представлявшие свободное пространство, позволявшее устроить также парк вокруг собора и площадь для крестных ходов. Условием для составления проекта было то, чтобы высота купола позволила собору служить ориентиром с моря, а крест морского храма был первым, что бросалось в глаза мореплавателю. 1 сентября 1902 года началась постройка собора, который предварил молебен с совершенным протеереем Иваном Кронштадтским в присутствии вице-адмирала Макарова. В 1907 году храм был вчерне готов, началась внутренняя отделка. Освящение собора состоялось 10 июня 1913 года. Собор состоял в приходе Кронштадтского морского Богоявленского собора. Службы проводились до 1927 года. 14 февраля 1930 года на якорной площади состоялся антирелигиозный митинг. С храма торжественно сбросили колокола и кресты. После закрытия собор был переоборудован в кинотеатр имени Максима Горького. С куполов смыли позолоту, отломали позолоченные части икон, демонтировали мраморный иконостас, замазали штукатуркой мозаичные иконы, закрасили росписи, реликвии из галереи военно-морской славы и все церковное имущество из храма забрали. В 2002 году на соборной колокольне был установлен православный крест. 28 мая 2013 года после капитальной реставрации состоялась божественная литургия в новоосвященном храме. В дар собору патриарх Кирилл передал икону воскрешения Лазаря и мастерок, который держал в руках святой праведный Иоанн Кронштадтский, когда завершал закладку Морского Кронштадтского собора 1 сентября 1902 года.